Сейчас я покажу вам скрин части разговора с одним из подписчиков моего канала в Телеграм, который мне сегодня задал вопрос про отца. И на мой взгляд, подписчик задает очень хороший и живострепещущий вопрос, как мужчине не выгодить раньше времени и сохранить интерес к жизни как можно дольше. Единственный способ, который я вижу, это соблюдать умеренность во всем, в том числе и в работе. Любое действие должно иметь смысл. Какой смысл мужчине работать на износ? Как совершенно верно заметил подписчик, да вы и сами наверняка это замечали, мужчина начинает работать на износ после того, как женится. Потому что женщина, как правило, зарабатывает меньше, чем мужчина, ну или вообще ничего не зарабатывает, просто сидит дома, а тратит на себя она гораздо больше, чем мужчина. То есть получается, что мужчина начинает работать на износ для того, чтобы обеспечить женщину. А зачем ему это нужно? Ради чего он это делает? Я бы еще понял, если бы женщина закрывала какие-то его потребности, которые он не мог закрыть другим способом. Или она закрывала бы их дешевле, чем если бы мужчина эти услуги покупал. Но по факту получается, что содержать жену всегда обходится дороже, чем, например, нанять уборщицу или купить проститутку. Потому что у жены, так сказать, почасовая оплата, считается, что жена на работе 24 на 7, а у проститутки или уборщицы сдельная. То есть убраться или предоставить мужчине сексуальные услуги женщина может за час, но если часа не хватит, можете доплатить за второй. Но за все остальное время в сутках мужчина, уборщица или проститутки не платит, в отличие от жены. Получается, мужчина платит жене деньги за работу, которую она не делает. Ну и зачем тогда ее у себя держать? А самое неприятное заключается в том, что за те деньги, которые мужчина платит жене, она ему не только не помогает, но и создает дома невыносимую психологическую обстановку. Она постоянно на ровном месте устраивает ему сцены, скандалы, истерики, высказывает какие-то претензии и пытается завиновать. И естественно, что женатый мужчина теряет интерес к жизни гораздо раньше, чем неженатый. Мало того, что ему приходится работать на износ для того, чтобы обеспечить женщину, так он еще со стороны этой женщины терпит постоянное психологическое насилие.